В праздничные дни глава республики Олег Николаев провел ряд рабочих встреч с гостями, приехавшими на День Республики. Речь шла о взаимодействии и партнерских отношениях в разных сферах экономики, финансов, культуры и туризма. Чуваша и Беларусь – давние партнеры республики, связывают многолетнее сотрудничество в области сельского хозяйства, машиностроения и образования. В частности, речь идет о продлении соглашений на поставку сельхозоборудования белорусского производства. Об этом говорит экономика, об этом говорят цифры. За 2020 год у нас товарооборот составил 111 миллионов долларов. Мы немножко просили в 2020 году, но это, я думаю, связано с пандемией. Объективно. Но, тем не менее, 4 месяца 2021 года говорят о том, что ситуация исправляется. Поэтому вот эти отношения, вот эти связи, вот эти визиты мы будем продолжать, мы будем их наращивать. Отдельно обсудили перспективы в сфере высшего образования. По мнению сторон, настало время усилить научно-исследовательскую составляющую, в частности, в области селекции. Очень важно, считают обе стороны, создать на территории республики филиалы или торговые представительства республики Беларусь, усилить ярмарочную деятельность. На встрече с заместителем председателя правления публичного акционерного общества Сбербанка Анатолием Поповым, речь шла о продвижении единой цифровой платформы для государства. Сбера активно в этом участвует. Республика Татарстан и Московская область уже присоединились к этому проекту, заводя на платформу поэтапно свои сервисы. В одиночку регионам сложнее решить эту масштабную задачу, считает Анатолий Попов. Кроме того, обсудили возможность концессионного соглашения в области строительства школ. Такой опыт уже есть в Ханты-Мансийском округе. Нам надо построить не менее 9 школ еще. Это просматривается 9 школ, а может быть даже и 10. И здесь, очевидно, остается еще поле для деятельности. И мы намерены и готовы использовать все современные подходы, которые, прежде всего, ускоряют процесс доведения вот этих благ до их пользователей. То есть до школьников, до родителей. А вчера Олег Николаев встретился с первым вице-президентом корпорации «Синергия» Ольгой Грищенко. Речь шла о работе в рамках соглашения, подписанного Олегом Николаевым с руководством компании на полях Питерского международного экономического форума. Корпорация «Синергия» – одна из структур, специализирующихся на помощи отечественному бизнесу. Помимо услуг по проведению форумов, фестивалей, переподготовке кадров по востребованным специальностям, компания готова активно содействовать продвижению предпринимателей «Чувашии», публикуя информацию о них на специальных ресурсах. Они будут размещаться на федеральном портале, определенное время, чередоваться и таким образом привлекать как минимум российские заказы в моменте. Но через год платформа уже будет запущена на 40 языках, и я полагаю, что таким образом они в том числе могут получить дополнительное развитие в международном рынке как профиль для инклюзива. Она специфичная, это не для маркетплейсов, такая скорее бизнес. Социальный бизнес редко туда пробивается вообще, поскольку необходима дополнительная экспертиза. Я думаю, это поможет социальным предприятиям в том числе. Корпорация «Синергия» обладает и широкими компетенциями в развитии туризма и готова поддержать предпринимателей, работающих в этой сфере. Продолжение следует...